Денис Марцюшов Но недолго длилась радость болельщиков Латгала Через 4 минуты Андрей Масловский оформляет дубль А уже во второй половине периода в наши ворота были заброшены еще три шайбы Игра завершилась победой СМС-кредит со счетом 5-2 Мы сегодня старались В общем-то за последние матчи эта игра была приближена к лучшему, что мы можем на сегодняшний день Даже ввели в счете грубейшие ошибки отдельных игроков Свели на нет усилий остальных И тут даже ругаться не хочется Конкретные люди сделали две ошибки и в результате мы стали проигрывать Ну и в конце еще усугубили это дело тем, что просто перестали играть Но тем не менее 54 минуты мы выглядели достойно сегодня Реально с вами согласен СМС, когда у них полный состав Они реально претендуют на призовую тройку в чемпионате Латвии И наверное так и будет И вот что странно, на трибуне мы увидели одного из лучших нападающих Латгала Антона Кузнецова Почему же его не было на площадке? Как объяснил нам тренер команды, причина кроется в выездном матче с Ригой Который прошел 28 декабря Ту игру судил Андрей Кудряшов Матч получился весьма напряженным И как оказалось Антон получил дисквалификацию до конца сезона Я конечно все понимаю, не оправдываю Кузнецова ни в коем случае Хотя в общем-то эпизод был совершенно, скажем так, безобидно девичий Из этого эпизода судья изобрел 52 минуты А все-таки что там за эпизод был? Ну там его бить шли в голову, он увернулся А судья сказал, он же не попал Соперник не попал ему в голову Если бы попал, реанимация была, а так не попал Естественно он сопернику сказал все, что о нем думает Потом судья сказал все, что думает И два матч-шрафа из этого эпизода Ну, ни в коем случае не оправдываю, что там держать себя надо Но момент был страшный Конечно судья всегда прав Но если в действительности был такой момент, когда соперник пытается намеренно ударить клюшкой другого игрока Должно последовать наказание А в итоге только латгальцам достались 52 минуты штрафа Кроме того, мы потеряли нужного игрока Следующую игру латгала проведет на выезде 14 января с Земгала А увидеть домашний матч с литовской энергией мы сможем лишь 18 января Субтитры создавал DimaTorzok